Как защита коронавируса? У нас относится, кстати, к второй группе патогенности. Но маски – средства защиты, прежде всего, защита органа дыхания. Прежде всего, маска, как это было в старое наше время, шьется из четырех слоев марли и надевается сюда, держится под подбородком, и защита идет и органа дыхания через нос, и органа дыхания через рот. И выдох точно так же формируется. Это маска старого типа, доморощенная, как она ранее применялась в Украине и в Советском Союзе. Сегодня появились такие маски, но я бы, как эпидемиолог сказал, что они недостаточно эффективны для защиты от вируса. И вообще, маска, как у нас недавно проводил тренинг Всемирной организации здравоохранения, эксперт ВОЗ сказал следующее, что маска защищает коллег ваших, кто возле вас, от ваших соплей, от вашего насморка, от вашего выдоха с капельками стены. Так вот, поэтому эта маска не защищает от вируса. Диаметр ее гораздо больше, клеточки этой маски, чем размер вируса. Он спокойно может проникнуть через эту оболочку. Но если ваш товарищ, который напротив вас, находящийся, разговаривает с вами через маску, вы разговариваете с ним через маску, у вас уже получается 8 слоев или 6, если она из 3 состоит. В середине этой маски есть специальная прослойка, которая позволяет задерживаться влаги. И поэтому разговор идет, что маска и эта, и эта, и эта должны носиться только 2 часа. В чем особенность этой маски в сторону улучшения от этой, обычной? Здесь есть зажимающий зажим, который формирует у вас, формирует у вас ваш нос, ваш рельеф носа. Вы зажимаете и нет прохода воздуха ни сюда, ни оттуда при вашем дыхании. Вот и вся позиция. Значит, есть маски, которые считаются уже более профессиональные. Их могут принимать, их могут использовать врачи, медицинские работники в медицинских учреждениях, но не те, которые находятся у постели больного. У постели больного должна быть совершенно другая маска с более сильной защитой. Эта маска называется БУК-3К. Она по категории, значит, в возовской категории для именно обслуживания больных, но, подчеркиваю, не для медицинских манипуляций. Она с клапаном выдоха воздуха, поэтому вам хорошо дышится. И она более длительного применения на 5-4-5 часов. Она также имеет зажим, который зажимает ваш нос, и у вас получается абсолютно герметичное нахождение маски на вашем теле, на вашем организме, на вашем лице. Есть маски более серьезной, профессиональной категории защиты, уже для работающих в очаге этого инфекционного заболевания и у постели больного. Это маски под названием 3М. Есть еще классификация этих масок N95. Эти маски имеют более плотную защиту, более серьезные слои защищают на вдохе человека и на выдохе. На выдохе такой же самый клапан, как и у других масок. Он более тесно прилегает, у него такой же самый гибкий зажим. Значит, этот класс 3М. Вот аналогичный класс 3М. Это уже 3М, это, по-моему, американское производство. Начали по патентам делать наши специалисты. Они чем хороши? Они защищают герметизацию носа, дотягиваются до подбородка. Достаточная степень защиты для вдоха и достаточно эффективный вариант защиты при выдохе. Но подчеркиваю, Всемирная организация здравоохранения сегодня не рекомендует больным людям носить эти маски, потому что не гарантировано, что этот клапан защищает от выхода аэрозоля с вирусом за предел этой маски. Эта тема, подчеркиваю, есть в изучении. Вариант разнообразия масок есть еще и такой. Это уже наша конструкция украинская, придумана тоже масочка. Очень удобная, очень защищающая организм и орган дыхания. Она достаточно эластичная для того, чтобы приспосабливаться под любой размер тела. Вот такие маски существуют у нас. Есть маска с прилеганием в поролончиком внутри, для того, чтобы не было давления. Потому как, если вы видели, как врачи выходят после 5-6 часовой работы, так это буквально от очков, от масок буквально повреждение, скажем так, эпителия кожных покровов, вплоть до ссадин и ран. Вот такие есть варианты масок, которые можно применять. Подчеркиваю, в быту применяется маска вот эта, которая есть свободно в аптеках, которая находится при входе в университет и должны быть у вас всегда в запасе. Подчеркиваю, 2 часа она увлажняется, она уже становится неэффективной. Необходимо ее выбросить и ни в коем случае не ложить в карман на следующий день, на следующую неделю, на следующий месяц. 2 часа, тогда она будет эффективна. Подчеркиваю, ежели вы попали в общество с коронавирусным больным, то здесь на наружной части маски у вас может быть вирус, нахождение вируса. Значит, необходимо ее снять аккуратненько, завернуть ее, завернуть ее вовнутрь, значит, выбросить в специальное устройство для выбрасывания, обработать руки мылом, желательно, активным мылом. Врачи некоторые советуют даже хозяйственное мыло, потому что там более лучшая среда щелочная. Значит, обработать антисептиком, значит, с 70% раствором спирта, и у вас получается абсолютная безопасность. Спасибо, что вы слушали. Продолжение следует...